Участники митинга, собравшиеся на Площади Свободы, а их пришло по оценкам полиции более ста, говорили, не всякое общественное волеизъявление способно собрать столько людей вместе, особенно людей молодых. Но, признаются участники, угроза оказаться на скамье подсудимых за размещение в интернете картинки не на шутку напугала многих. Хотя отказываться юморить соглашаются не все. Прям чернуху-чернуху я удалила. Осталось подобного вот вида только и все. Я думаю, мало ли кого это может оскорбить. А стоит оно вообще того сохранять? Да, в определенном стоит, потому что это смешно. Кто-то смотрит потом твою коллекцию, говорит, очень классные мемасики, молодец. И как бы это юмор. И ничего плохого в этом не вижу. Цель митинга, по словам организаторов, морально поддержать жителей Алтайского края, обвиняемых в экстремизме. Напомним, сейчас на разных этапах следствия или судопроизводства находятся дела четырех жителей Алтайского края. Марии Матузной, Данила Маркина, Антона Ангела и Андрея Шошерина. Их обвиняют в распространении через интернет картинок, разжигающих межнациональную рознь и оскорбляющих чувства верующих. Сами обвиняемые также пришли на митинг. Я очень рад вас сегодня здесь видеть. Приятно то, что так много людей неравнодушны к проблеме, которая у нас сейчас не происходит. Сейчас мы с вами, наверное, боремся за свободу слова. Мария Матузна, чью историю широкая аудитория узнала больше недели назад, признается, удивлена и таким количеством пришедших людей, и в целом такой мощной поддержкой. «Нарастает этот снежный ком, реакции общественного резонанса. То есть уже из тех даже уголков, откуда не ждали, это там рэп-исполнители, даже подключились подобные молодежные паблики, крупные новостные паблики, группы. Ну, я, честно, думала, что после первого заседания все как-то поутихнет. Ну, то есть все взорвалось и как бы забудется, но все только нарастает, и для меня это большой шок». Поддержку обвиняемых в оскорблении чувств верующих выступил и барнаульский священник. Александр Микушин считает, обвиняемые заслуживают максимум легкого порицания, но не уголовного преследования. Он признается, видел в сети картинки и более радикального содержания, и заверил нас, что его мнение разделяют многие его коллеги-священники. «Мои религиозные чувства никак не оскорблены этими картинками. Я их видел, я считаю, они нормально. Сажать за решетку на пять, даже на один год людей за картинки, за просто комиксы». Отметим, что по данным портала правовой статистики Генпрокуратуры России, только на июнь 2018 года в Алтайском крае было выявлено 9 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности. В прошлом году в регионе было зарегистрировано 45 таких преступлений. Это один из самых высоких показателей в Западной Сибири. Представители Алтайской прокуратуры заверили журналистов, подобных дел, вопреки слухам, не становится в последнее время больше. А вот общественный резонанс, это признают и сами правоохранители, становится все сильнее. Илья Кочетков, Алексей Фризин. Наши новости.